В эти дни все с большим интересом наблюдали за пятыми играми исламской солидарности, которые проходили в турецком городе Конья. Сборная Узбекистана показала достойный результат. У нас второе место в общем зачете и большое количество золотых медалей. 18 августа президент подписал постановление о поощрении единовременными денежными вознаграждениями спортсменов, ставших победителями и призерами пятых игр исламской солидарности, прошедших в городе Конья, Турция, а также их тренеров. А сегодня делегация Узбекистана возвращается на родину. Достижение. Триумф. Выдержка. Гордость, сила, стремление. Это не просто слова. Это показатели успеха и путь к победе для спортивных сборных Узбекистана на международных первенствах. И все чаще флаг нашей страны взмывает ввысь. И наши чемпионы поднимаются на пьедестал почета. И в эти минуты за своими плечами спортсмены ощущают поддержку. Ведь ведется постоянная работа по развитию спортивной сферы. Сегодня под руководством главы государства в Узбекистане внедряется новая система селекции и подготовки спортсменов и тренеров. На это направляются внушительные денежные средства. А еще в спорт вовлекается все больше представителей подрастающего поколения. Результат не заставляет себя долго ждать. Большое внимание уделяется развитию спорта со стороны нашего президента. Создаются все условия для развития спорта. Особенно детского спорта, юношеского спорта, массовых видов спорта. Велосипедисты, легкие атлеты начали показывать хорошие результаты. Сейчас первые тренера могут выезжать и на чемпионаты мира, и на чемпионаты Азии, и на Олимпийские игры выезжают первые тренера. И поэтому результаты хорошие. Новости о триумфальных победах наших спортсменов приходят из разных уголков мира. В этот раз они приходили из Турции, где в городе Конья с 9 по 18 августа проходило международное спортивное соревнование пятой игры «Исламской солидарности», по итогам которых сборная Узбекистана в числе лучших. Делегация нашей страны, участвуя в соревнованиях, в составе 268 спортсменов по 24 видам спорта, заняла второе место в общем зачете с 51 золотой, 42 серебряными и 65 бронзовыми медалями. Всего на международных соревнованиях копилки у наших спортсменов 158 медалей. Каждая из нас понимает, что когда мы сюда выходим, мы боремся за свою страну и показать свою работу, свой уровень на соревнованиях. Мы очень стараемся поднять наш узбекский флаг. Мы очень благодарны нашим тренерам, руководству, кто для нас делает все необходимое, чтобы мы выступали на высшем уровне. Будем работать дальше и больше. Напомним, что в пятых играх «Исламской солидарности» в Кони участвовали более 4000 спортсменов из 56 стран мира. Всего в рамках «Исламиады» было разыграно 355 медалей в 24 видах спорта. За этими состязаниями наблюдали зрители со всего мира. В свою очередь, каждый день приносил нашим спортсменам победы. Они показали зрелищную борьбу, устанавливали рекорды. Все мы наблюдали итоги игр «Исламской солидарности» в Турции. И нужно сказать, что мы были особенно радостны тем, что наша страна, наши делегации заняли второе место. А это было среди 56 стран по 24 видам спорта. Это, конечно, неспроста, потому что мы видим, какая тенденция идет именно в последние годы, когда только на прошлой неделе мы отмечали такую огромную радостную дату, праздник, когда наши шахматисты выиграли в Индии, первое место получили. А теперь, видимо, это входит в традицию, когда наши спортсмены, какой бы вид спорта мы не взяли, или какой бы вид искусства, то все они занимают именно призовые места. Сегодня спорт развивается не только в спортивных школах, и не только в столице, и в областных центрах, но спорт доходит и до отдаленных регионов. 24 медали завоевали тяжелоатлеты Узбекистана. 21 медаль у кикбоксеров. Борцы греко-римского стиля забрали 18 медалей. Отрадно отметить, что в последний день соревнований место на вершине пьедестала также заняла наша легендарная гимнастка Оксана Чусовитина. Я свою золотую медаль посвящаю всем своим болельщикам, которые за меня болеют, переживают. Мы проверяем на этих соревнованиях, что можно еще добавить, что нужно выучить, потому что, в принципе, основным моим движением вперед я очень хочу попробовать отобраться на Олимпийские игры в Париж. И это моя цель. Глава нашего государства накануне подписал постановление, направленное на поощрение спортсменов. А сегодня чемпионы возвращаются на родину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!